Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные блоги. И сейчас день начался с того, что я отправил свой обвес, а точнее передний бампер, два порога, маски и два передних крыла в Москву, в моей просливе. Чтобы парни начали подгонку этих всех вещей, так как они занимаются еще и башбарами и телеком на трубах, чтобы все это было подогнано от башбары. И уже можно было бы делать крепление, поэтому процесс идет. Все не так быстро, но я думаю, оно того будет стоить. Как вы помните, мне там сделали задние крылья вместе с полностью, ну, задней части автомобиля. Пока сняли только матрицу, но в дальнейшем сделают, конечно же, изделие. Фаерволл там тоже в процессе, у них будет новый фаерволл. Раньше у них был кит фаерволла, который стоит как раз-таки практически на всех Сильвиях S15, S14. А сейчас под меня делался, получается, новый кит, который в дальнейшем будет в продаже, но у меня он будет первого на машине. Поэтому проектирование его заняло какое-то время. Ну и, короче, там много всяких таких фишек, которые будут впервые сделаны на С15 именно в России. Поэтому все так потихоньку делается, но главное, что делается. Сейчас вообще задача все-таки летом получить кузов обратно, летом начать его здесь делать, вставлять мотор и сделать техническую часть. Где-то до середины октября было бы идеально. То есть на начало ноября, чтобы машина была уже по технической части готова, возможно, даже ездила. Это было бы идеально, чтобы зимой уже ворваться на ней в Сочи Дрифт Челлендж. И быть, так сказать, во всей оружии на полной мощности на держаке на легкой стильной Сливе S15 на про-тачке. Я сейчас подъехал к Сливе в Лаки Стейшн. Здесь приехали парни из Гоу Харт. Они в Питере буквально на пару недель снимают тут фильм о движухе. Не знаю, ну не то, что о гоночной. Они сказали, что вообще, в принципе, о тюнинге, о автомобильной движухе. Вот взяли у меня интервью. Единственное, что я сказал, интересно, когда оно выйдет, потому что их видосы выходят, ну, наверное, там, через полгода, иногда через год даже. Просто, мне кажется, что сейчас происходит, оно актуально, там, плюс-минус месяц. А вот потом оно может стать неактуальным. Даже то, что я говорю, знаете, когда смотришь это через год, думаешь, блин, я же уже не так думаю. Я как раз сейчас объяснял мою теорию. Парни, привет. Привет, Слега. Сейчас, да, на фоне Сливы снимали, чтобы все было красиво. Ну и, конечно же, присутствовала моя машина в кадре. Уехал уже от Гоу Хардов. Они еще там что-то доснимают. Отвечал на их вопросы. Связаны они были со стритом, с вообще движухой, с тенсом, дрифтом, тюнингом. Все в целом, насколько сейчас поджимают все гайки. Все, что я на этот счет думал, то я ответил в их видео. Не знаю, правда, когда оно будет. Они сказали где-то под Новый год. А еще, кстати, я сегодня звонил Паше в GTR Shop. Спрашивал, как там постройка GTR, как там они переехали и все такое. Потому что я видел, когда мы ехали на Дрифт Экспо, это было 29, получается, мая. Тогда он перевез машину в сервис. То есть сервис уже работает, функционирует. С этого момента прошло уже практически 2 недели. Вторая неделя идет. Он сказал, что сначала они собирают двигатель Воротникову. Это вроде блогер. Не знаю, как он оказался впереди меня на очереди, с учетом того, что тачка с декабря. Ну ладно, бывает. Может, у него там какие-то попроще дела. Или какая-то там спецочередь. Ну и потом, наконец-то, они уже мне будут собирать двигатель и варить еще турбокит. Турбокит предполагает себя взять турбины, сварить коллектора, сварить, получается, даунпайпы. Под гейт это все дело подготовить. Потом этот весь турбокит сделать в керамику. Ну и уже повесить его на мотор. Тоже очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки этим займутся. И будет готово. И выйду на GTR летом. Потому что лето уже идет. Изначально, конечно, вообще были другие планы. Я думал, там буду уже с мая катать. Но планы меняются. Особенно в тюнинге планы реально очень редко бывает, когда ты планируешь, да, как бы. Какие-то дедлайны, да, какие-то сроки, и они исполняются. Это бывает просто, мне кажется, в 15% из 100 случаях. Поэтому всегда имейте в виду, закладывайте, что все может пойти не так. От банального там то, что не придут запчасти, до там каких-нибудь переездов сервисов, сдвигания очереди и так далее. Я, конечно, ни на что не жалуюсь, ни в коем случае. Если так, то оно так. Я, опять же, там звонил без всяких предъяв. Спокойно спросил, сказал, ладно, тогда звони, пиши, как будут какие-то новости. Просто я надеюсь, что все-таки обо мне не забудут, да, и буду делать двигатели и мою тачку. Потому что очень хотелось бы, естественно, выехать все-таки летом. В июле, в августе. Ну, короче, реально выехать в летнюю погоду. Вот такую, как сейчас, например. Еще были мысли отвезти Геттер на Граундед, на выставку. Не знаю, получится это или нет, опять же посмотрим. Что я попросил? Еще далека. Я сейчас приехал к Лавру. Дим, привет. Привет. Зацените, процесс тут начался. Сейчас внедрили туда двигатель. Поставили его, получается, на лапы от Тюнинг Фэктори. Здесь немного пришлось доработать подрамник. Сняли полностью подрамник. Отпилили стоковые кронштейны, получается, от РБ. Здесь они вот так вот выступали. И задевали немного лапы. Поэтому их отпилили, заварили и все покрасили в черный цвет, чтобы это смотрелось аккуратно. Вот так вот будет стоять двигатель. У нас, конечно, есть небольшие вопросы. Когда он станет с коробкой, он немного поднимется туда. Но все равно здесь зазор между стабилизатором очень маленький. Подумаем, как еще быть. Но у нас еще есть, на самом деле, варик поднять мотор на второе деление. Чуть повыше, получается, на сантиметр. Тогда мотор будет выше, и здесь места будет больше. Двигатель еще не до конца собран. Здесь, получается, нету ГРМа. Не стоит один распредвал. А, он стоит. Просто нету шестеренки. Валы тюнинные стоят. Хорошо. Это странно, почему ты спросил? Ну, не забыли ли мы вдруг? Сейчас решали, как будет охлаждение идти, потому что я буду делать все на гофрошланге. Это, ну, довольно бюджетно. И, в принципе, лавру то, что надо. Мы сейчас думали, как он будет идти. Надо его пускать по салону, потому что, если его пускать по днищу, то, если какой-то камень нам попадет, при вылете или там на автовозе, знаете, что-то задел, то гофрошланг очень легко гнется. Не хотелось бы, поэтому надо его по салону пускать. Сейчас думали, как это все будет проходить. А если он по салону идет, то ему нужен короб отдельный. Также надо здесь сделать еще будет топливную. И, конечно же, сейчас так макетно все прикидывается. Мотор еще отсюда выйдет. Накинут коллектор и турбину, да? И уже будем смотреть, как все помещается. Главное, чтобы коллектор с турбины поместились. Так мало места, как кажется. Нет, тебе мало места, кажется, потому что еще коллектор стоповый прикручен. Так-то место получается вот отсюда. Ну да, ладно, нормально. Единственное, может быть, придется маленькой трубки. Ну да, трубки, ладно, это... Это мелочи. Да, трубки я тут не трогал. При всем ребилде думал еще оставим прокачку тормозов. Но, в принципе, конечно, это не так серьезно, если их там переделывать. Даже там пускать новые какие-то. Ну, короче, вот так вот JZ встал в лавру. Очень даже неплохо смотрится. Мне нравится, что он прям реально низко сейчас. Особенно смотря на эту планку. Ну, 2JZ, по-моему, он сам по себе выше мотор. 2JZ он выше. Вот, да, и в сливе он стоит, ну, прямо вот под планкой вот здесь. В идеале всю топливную магистраль и магистрали охлаждения опустить как бы вот через моторный щит. Вот куда-нибудь вот сюда, вот так и туда. И все это закрыть каким-то коробом. Да, когда она будет в салоне, получается, с коробом. Да, ну, то есть, используем часть вот этого имеющегося вот тоннеля. Просто вот эту часть, то есть, вырезаем, поднимаем и сзади вырезаем, поднимаем. То есть, вложим туда говру и все это закрываем. Можно в теории сделать там, ну, образно, двух вариантов. Типа, либо все-таки вырезать из металла и заварить тоннель. Либо вырезать и сделать алюминиевый, допустим, съемный детап. Как вы видели, только что был у Лавра. Процесс начался, это радует. Я надеюсь, что сейчас плотно возьмутся за работу. И если в течение месяца его сделают и я выйду, это прям будет очень хорошо. Сейчас приехал в гараж, на самом деле, чтобы чуть заранее подготовиться к мероприятию, которое пройдет 12 июня в субботу на автодроме Санкт-Петербург. Обычно эти сборы у меня происходят, ну, типа, за день. Но сейчас я решил заранее переобуть все покрышки, которые мне там пригодятся. Ну, и в целом все, потому что весь остальной зип у меня там плюс-минус собран, по ящикам, по сумкам раскидан, я только загружу в тундру и поеду. Кстати, кто живет в Петербурге, всех приглашаю 12-го числа. Там будет дрифт-такси, Пархо точно будет катать дрифт-такси. И я, скорее всего, тоже буду катать дрифт-такси. Соревнований вроде там не будет, там будут просто фуфан по катушке. Насколько я помню, всегда на этом мероприятии, так как обратный конфиг, лютые паровозы, просто по 10-15 тачек едут все туда вот ставятся. Помните, то место, где я на Сливе, на Лавре ставился бэквардом и залетал. Крутой конфиг, в принципе, потому что очень большой разгон, надо сделать красивую постановку, ну, проехать, получается, вот эту вот змейку и с нее, получается, ставить передачу выше и уже в разгон уйти. Так как в Питере немного мероприятий планируется, обязательно приходите. Взял с собой 6 колес, 6 покрышек и еще вот это одно колесо, которое у меня тогда слетело. Я его не смог надеть. Надо посмотреть на шинке. Если резина повреждена, то все, на помойку резину. Если сейчас можно будет одеть, то оденем и будем кататься дальше, потому что здесь остаток еще, ну, процентов 50, наверное. Все по-быстрому переобули. К сожалению, вот эту шину не удалось спасти, потому что ее вон там внутри поело, и она, во-первых, даже не садится на диск. Ее с бустера пытались посадить, но не получилось. Поэтому, к сожалению, вот такую хорошую шину отправляю на помойку. Все, 6 колес переобул. Этого хватит, так сказать, для начала. Плюс еще возьму с собой покрышек. Там будет, конечно же, шинка и уже то, что надо, дошиним. Как я недавно говорил, на самом деле на сливу осталось мало колес. Надо будет докупать в ближайшее время. Но сейчас, если честно, даже имея там финансы, вот так вот просто прийти и не купить. Даже 10 колес их надо выискивать. В дальнейшем собираюсь брать из Китая. Это Качленд Авэйшн. Триангл, наверное, уже откажусь от триангла, потому что он уж слишком скользкий. Хотя сейчас вот, сколько у меня, 4 триангла, их обязательно докатаю. Ну и, конечно же, Вест Лейк уже для каких-то боевых заездов. Просто с одной стороны вот так вот стираю Вест Лейк, но реально жалко его. С другой стороны все равно как бы тренируешься. Плюс машина очень темпово держакова едет. К этому надо стремиться, потому что если хочешь пойти в про-соревнования, там все ездят на держаке, и надо к этому привыкать. Потому что машина совершенно становится другая. То есть реально поведение тачки в заносе очень зависит от резины. Если раньше она делилась на градации БУшка и новая резина, то сейчас она делится, ну, естественно, БУшка, новая резина китайская, новая резина китайская там другая, новая резина держаковая, типа там Вест Лейка, Ахиллеса. Я на самом деле думал сейчас заехать в Пипе, посмотреть, как там сборка двигателя. Мы с ним созвонились. Сегодня голову ему не сделали, ну, ГБЦ. Он сказал, что завтра забирает ГБЦ из станочки, и завтра поставит это все, и будут уже заводить. Потому что сегодня он вкинул низ вместе с прикрученной коробкой уже в тачку. И завтра прямо на тачке соберет ГБЦ. Мне интересно, как завершится эта история. Но я думаю, все пройдет удачно. Заведется, настроится, и уже 12-го числа будет гонять на автодроме. Поэтому, как вы поняли, я лично готовлю ежедневно, можно сказать, несколько машин, потому что постоянно со всеми созваниваюсь. Кому можно, езжу, обговариваем какие-то моменты. Постоянно привожу, отвожу, присылаю, отправляю запчасти. Ну и, конечно же, готовлюсь к разным мероприятиям. Вот сейчас реально 6 покрышек приготовил, 6 колес, уже спокойно. Ребята, на этом серия подходит к концу. Огромное спасибо, что посмотрели ее. Всем респект, кто поставил ей лайк. Кто постоянно ставит сериям лайки, вообще, большущий респект от меня. Ну и с вами был Серега Стилов. Стройте тачки и до новых встреч.